Конечно, немножко не спорю. Бизнесу помешали, да, вашему? Да. Ну и как? Хотим вообще помешать, чтобы вы как-то все-таки отдумались и занялись, может, другим каким-то бизнесом? Вы мне, может, ответите на вопрос, почему я должен одуматься? Ну, понимаете, ситуация какая. Вы втягиваете в наркоманию несовершеннолетних, и многие из ребят, которые у вас сейчас покупают вот эти вот наркотики курительные, они потом будут употреблять героин и другие наркотические вещества. Да, многие из них умрут, и я считаю, что это непорядочно. То есть вы же не приезжий какой-то, вы родились, выросли здесь, в Челябинске, в России, и как-то вот, ну, может быть, стрёмно же этим заниматься, или как? Ну, как стрёмно? Я не скажу стрёмно, потому что я же объяснял уже неоднократно, то есть здесь я не считаю это наркотиком, это не наркотик. Почему? Ну, вызывает же зависимость он. Если он не внестремленно... Ну, вот вы говорите, что люди его употребляют в курительную смесь, правильно? Да. Я продаю не в сфере, как курительную смесь. Вот в чём всё дело-то. И на этикетках у нас конкретно крупными буквами, крупным шрифтом написано «Не употреблять вовнутрь». Почему люди переступают вот этот запрет? Вот это у меня непонятно. Не, ну вы же прекрасно понимаете, для чего вы продаёте? Вы зачем сейчас себя обманываете? Я продаю смесь для аромаламб, это благовоние. Не, ну это понятно. Вы же прекрасно понимаете, как эти аромосредства употребляются. Их курят, имеют наркотическую зависимость, а многие просто-напросто отъезжают прямо здесь на остановке. Ну это же, ну некрасиво это просто. Вы же прекрасно понимаете, вы зачем своё вот это вот действие пытаетесь оправдать? Я просто взываю вас к совести, просто взываю к совести прекратить травить нашу молодёжь. Вот и всё. Ну это же, ну разумно. Ну неужели себя вот ощущать вот наркоторговцем, ну это круто как-то, я не знаю, ну или как? Я себя не ощущаю таким человеком. Почему? Вот в чём вся проблема. Потому что я ещё раз говорю, мой товар это не наркотик. Он не продаётся с целью, чтобы его курили. Почему на аптеке продаются таблетки, и люди ими травятся и умирают? Почему свободно продаются эти таблетки? Мы тоже с этим боремся, с КДНС. Знаете почему? Потому что в аптеке есть лицензия, и вы не можете тронуть аптеку. Почему? Трогаем аптеку мы. Трогаем, ещё как трогаем. Мы закрываем эти аптеки, мы лишаем их лицензии за нарушение действующего законодательства. Мы разговариваем и вносим законопроекты, запрещающие свободный отпуск адыносодержащих препаратов. Мы работаем в этом направлении. А чем вы занимаетесь? То, что поставки вы через Москву, а это китайское средство, потом вы обрабатываете этим средством траву, которую покупаете в этих же аптеках, математчику и ромашку. Вот это вот уже преступление. Сегодня это в списках нет, завтра оно появится. Как вы будете тогда разговаривать? Ваше уже деяние будет попадать под уголовную статью. Оно и в принципе... Это, знаете как, можно рассультать. Это всё равно это будет, если бы, понимаете. Если бы, то у бабушки бы. Если этого нет, я не считаю своих действий каких-то неправомерных вообще. Я понял. Антон, а ты не боишься, что вот, ну, каким-то образом получится тем родителям, которые вот, чьи дети покупают наркотики, они каким-то образом тебя вычислят и просто переломают ноги? Вот не страшно? Честно, не страшно. Я, знаете, как считаю? Я считаю, что у каждого человека есть своя голова на плечах. И он сам вкладывает свою судьбу. Иной человек может пойти купить бутылку, я не знаю, какого-нибудь, ну, грубо говоря, скажем, растворителя. Выпить его тормозной жидкости. Просто отравиться и умереть. И если я продам ему эту бутылку растворителя или тормозной жидкости, я буду виноват полностью в этом. Антон, вы пытаетесь... Это вообще и судьба, это будет, это у человека висеть на моей совести. Вы так хотите сказать? Вы пытаетесь себя каким-то образом оправдать, но на самом деле, когда вы останетесь один на один с собой, вы голос своей совести заглушить не сможете. Вам все равно придется за эти поступки отвечать. Может быть, не в этой жизни. Может быть, где-то в другой жизни. Но с вас все равно за этот поступок спросят. Спросят и очень жестко спросят. И, пожалуйста, потом не удивляйтесь, когда вы либо окажетесь на скобье подсудимых, либо еще каким-то образом все равно ответственность придет, и отвечать вам придется. Ну, я вас понял. Ваш цель. Да, всего доброго, вам удачи. Я все-таки надеюсь, что вы все-таки задумаетесь. Я искренне это желаю. Я подумаю над вашими словами. Могу вам перезвонить, когда я приму какое-то решение. Сказать? Да, это городской наш офис. Мы находимся в Екатеринбурге, Белинске, в 19. Всего доброго. Хорошо, я обязательно приму какое-то решение. Я даже позвоню и скажу в ответ. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова